Специальность стоматология терапевтическая, экзаменационная станция, эндодонтическое лечение. Вы врач-стоматолог-терапевт. У вас на приеме находится пациент. Анамнез собран, осмотр проведен, выполнен ряд манипуляций. Вся необходимая информация имеется в медицинской документации. Информированное добровольное согласие подписано. Проведите указанную в медицинской документации манипуляцию, соблюдая правила о септике и антисептике. Все производимые действия необходимо озвучивать. Здравствуйте, я врач-стоматолог-терапевт врач Инна Дарья Вячеславовна. Представьтесь, пожалуйста. Сверяюсь с документацией. Как вы себя чувствуете сегодня? Сегодня мы с вами проведем манипуляцию, эндодонтическое лечение, в ходе которого мне нужно будет с помощью острых инструментов работать в полости рта. Поэтому некоторое время нужно будет подержать рот открытым. Есть ли у вас ко мне какие-либо вопросы? Вопросов нет. Я иду обрабатываю руки гигиеническим способом с использованием антисептика. Будем считать, что руки обработаны. Далее мне нужно убедиться в том, что у меня есть необходимые инструменты для проведения манипуляции. У меня есть стерильный лоток, в котором лежат стерильные, зеркало, стерильный зонт, стерильный пинцет, стерильные эндодонтические инструменты, стерильный шеллеровидный алмазный бор. Также у меня есть стерильный Гейтс Глиден, стерильная эндодонтическая линейка, эндодонтический шприц с антисептиком, бумажные штифты. Также у меня есть контейнер для отхода класса B и контейнер для отхода класса А. И у меня есть наконечники турбинный и механический. Дальше я занимаю удобное положение. Привожу пациентов удобное для меня положение. Вам удобно? Настраиваю освещение. Надеваю шапочку, маску. Очки. Перчатки. Беру шаровидный бор. Вставляю его в турбинный наконечник. Проверяю фиксацию бора. Беру слюноотсос. Ставлю его в полость рта. Создаю эндонетический доступ к тому зубу, который указан в задании. Может быть указан один из четырех передних верхних зубов. Создаю эндонетический доступ с использованием воздушно-водяного охлаждения. Доступ создаю вблизи режущего края продоль на оси зуба. При этом предисневая часть зуба сохранена. Далее провожу вскрытие и расширение полости. После этого беру гейтс-глиден, вставляю его в механический наконечник. Провожу расширение устьев корневого канала. Затем беру каример номер 8. Проверяю опекальную проходимость корневого канала зуба и определяю рабочую длину с использованием эндонетической линейки. Затем я беру эндонетические инструменты и в зависимости от диагноза, который указан в задании. Я выбираю методику степбэк или краундаун. Я буду проводить обработку согласно методике степбэк. Для этого я, не изменяя рабочую длину корневого канала, обрабатываю механический корневой канал с использованием последовательных эндонетических инструментов и с использованием лубриканта. При этом обрабатываю на рабочую длину, не измеряя ее. После обработки корневой канал имеет конусную форму, рабочая длина сохранена. Теперь я беру эндодонтический шприц с антисептиком и провожу медикаментозную обработку корневого канала. После этого я беру бумажные штифты и высушиваю корневой канал. На этом я закончила препарирование. Вы можете замкнуть рот. Выключаю свет. Снимаю перчатки. Утилизирую их в отходы класса Б. Снимаю маску. Утилизирую ее в отходы класса Б и снимаю очки. После этого я беру лоток с использованными инструментами и ставлю их на стол для использованных инструментов. Выполнение станции завершено.